Здравствуйте, дорогие друзья, новости с каббалистом Михаил Байкнов. Добрый день. Вот интересно, Франция католическая страна, христианская, а принимает в основном мусульманских беженцев. Да. И вот христианство Франции беспокоено этим. То есть толпы беженцев, христиан где-то стоят там на границе Ирака и просятся во Францию, франция их не принимает. Газета Фигаро провела исследование и говорится там, что это происходит потому, что левое крыло правящей социалистической партии не желает, чтобы это выглядело так, будто Франция оказывает христианам предпочтение. Вот как вам вот этот вот... С одной стороны, в принципе, конечно, исправленное человечество должно думать обо всех и абсолютно поровну. Но с другой стороны, этого нигде в мире нет. И если ты делаешь это именно для того, чтобы показать, что ты другой, ну как ты можешь это сделать, если ты христианская страна? Ну ты собираешь для своих в первую очередь, и ты выводишь их к себе. Вы должны были привести к себе в первую очередь страживающих христиан всего Ближнего Востока. Сколько их там? Их не так уж много. Их везде пока... Пока их еще не перерезали здесь, кстати говоря. Ну вот они стоят. Ясидские семьи, бежавшие из Масула, там их вообще убивают. Да-да-да. Специально вырезают их мусульмане. Поэтому их надо в первую очередь принимать. Нет, они сидят, ждут в Ираке возможности, а им никакой возможности не дают. Проверки сумасшедшие. Есть ли у вас жилье во Франции, доказать уязвимость своего положения и так далее. То есть это то, что францы... А вот мусульман серьезных и крайних мусульман принимают. Да. Вот вопрос такой задается здесь в газете «Фигаро». Почему же крупнейшая европейская страна, Франция, которая согласилась принять 30 тысяч сирийских беженцев по немецкой квоте, отказывается впустить к себе христиан? То есть вообще нонсенс, на самом деле. Показать, что они либералы. А в это время там христиан будут убивать. Да. То есть люди играют в обратное. Вот. Хотя я вот такой вот внутри, но себя я должен показать обратным снаружи. Да. Это интересный вообще парадокс. Я приму тех, кто убивает, а тех, кого убивают... Так что нечего нам возмущаться, что среди евреев происходит то же самое. Как они все против настроенной Израиля и против всего. Они за то, чтобы и даст, не стало. Вот здесь в государство и народа. Чтобы не стало. А самим им раствориться полностью. Абсолютно так, чтобы не осталось никакой памяти от них. То есть они только чтобы не подумали, что они за Израиль и за евреев. Вот это очень интересно. Они могут сказать, мы евреи, но это не значит, что мы... Нет, они уже не говорят. Уже даже не говорят. Они уже не говорят, нет. И вот здесь мы можем сказать наоборот. Что именно в течение одного-двух поколений мы увидим очень серьезные удары по Америке и по ним, когда Творец будет возвращать их силой. Вот такими ударами жестокими. Будет возвращать их силой к себе самим. К себе это в еврейству? Да. Причем это будет очень жестко проявлено. Это будет или в виде холокостов, там в виде огромных проблем. И они будут возвращаться. Им некуда будет деваться. Они будут именно к этому бежать. То есть отказавшись от Израиля, отрезав его от себя, они тем самым получат удары. Они этим пикают себя на огромные удары и на возврат с жесткой силой. Так сказано в Торе. Но за тридевять земель я найду тебя и приведу тебя жесткой рукой в Иерусалим. Субтитры создавал DimaTorzok